Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! С вами Инкогнито Татьяна и это город Днепр. Сегодня хочу вам показать свою красавицу. Первое домашнее цветение у нее произошло. Вот она какая. Сейчас мы ее повернем. Вот она. Вот давайте рассмотрим ее поближе. Вот такой у нее красивый цвет. Мне он нравится. А вам нравится такой цвет? По мне он какой-то необычный. Редко я встречала такие орхидеи в наших магазинах. Ну, в общем, я ее сразу купила. И, как всегда, я делаю, я пересадила ее. Даже не глядя на то, что она у меня цвела. Это у нее сейчас, как я говорила, первое цветение. Растет она у меня в коре. Вот смотрите, какие у нее корни. По-моему, неплохо. Есть воздушные корни у нее. Сверху я прикрыла мху. Вот такая вот у нее розеточка. По-моему, она себя неплохо чувствует у меня на северном окне. Смотрит она, конечно, на улицу. Там больше света. Давайте мы глянем на секундочку, что там делается у нас в окне. Температура сегодня небольшой минус. По-моему, сейчас минус один. Сегодня у нас солнце. Вчера был очень сумрачный день. Просто темно было с самого утра и до самого вечера. Но сегодня, по всей видимости, будет у нас солнышко. Ну ладно, немножко отвлеклись. Теперь давайте посмотрим, что еще у меня здесь на этом окне делается. На этом окне у меня вот эта белая орхидейка. Которая вот такая вот бородатая. Я вам ее показывала, когда она начинала цвести. И сейчас, по-моему, у нее цветочки уже все распустились. Сейчас я вам ее поверну лицом. И мы посмотрим на нее. Вот такая она шикарная. У нее в этот раз много цветов. Я уже говорила, что некоторые цветоносы я не стала срезать. После того, как они у меня цвели. И от старых цветоносов пошли новые отростки. И эти новые отростки у меня тоже зацвели. А также эта орхидейка выдала мне новый цветонос, который цветет очень хорошо и до сих пор. Вот такой огромный просто букет. Очень красиво цветет. Он меня просто радует. Он такой тяжелый, что я переворачивала лицом к вам. И она у меня чуть не завалилась. На эту сторону, где цветы. И цветоносы тоже продолжают свой рост. Скорее всего, они еще будут расти больше. Будут еще длиннее. Но, тем не менее, порадовали они меня и так своим бурным цветением. За что я им очень благодарна. А еще здесь есть вот такая вот почка. Сейчас я ее найду. Вот видите, какая почка? Что-то я не пойму. То ли это новый цветонос, то ли, может быть, это детка. Кто знает, напишите мне в комментариях, чего мне ждать от этой почки. Ну, еще на моем окне расцвела вот эта вот пятнистая орхидейка. Как ее называют, я не знаю. Если кто знает, напишите мне в комментариях. У нас на Украине орхидеи продают без названий. Поэтому точных названий я не знаю этим орхидеям. Еще у меня пришла печалька на эту орхидею. У меня здесь было два цветочка на конце цветоноса, которые у меня отвалились. Отвалились. Вот бутончик. Один лежит большой, а маленький куда-то я уже, видно, вытерла с подоконника. И что же у меня произошло? Произошло у меня то, что очень тепло у меня в комнате. Это как раз кухня. Вот, и очень жарко у нас. И я открывала окно на проветривание. И забыла успешно его закрыть на ночь. И вот больше всего пострадала эта орхидейка. А знаете, что орхидеи не любят сквозняков. Поэтому она сбросила два бутончика. Вот здесь вот, на которые, видно, попал холодный воздух. Но, тем не менее, видите, она дает рост дальше цветоносу. Вот цветонос начинает расти. Ну, теперь вы знаете, что нельзя орхидеи простужать, ибо они сбрасывают бутончики. Эта орхидейка у меня была куплена самой первой. С нее у меня началась любовь к орхидеям. И вот она до сих пор растет. Вот здесь есть старый цветонос, который я не обрезала. И на нем тоже есть такая почечка, которая что-то мне дает. То ли новый рост, то ли это будет новая орхидейка. В общем, будем смотреть, наблюдать. Вот такое красивое у меня окно на кухне с моими орхидейками. Ну, еще у меня вот есть красненький цветочек. Не знаю, как он называется. Собирается цвести красненький колокольчик. И еще вот такая вот фиалочка. Называется розовый зефир. Тоже начинает цвести. Я все никак не соберусь ее пересадить. Не знаю, наверное, до следующей весны, до будущей. Уже его пересаживать не буду. Пусть растет так, как есть. Жду ваших комментариев. Что вы скажете о моем окне и о моих орхидеях. Если знаете их название, то напишите. Буду вам благодарна. Вот такое сегодня видео у меня было с моими орхидейками. А на этом у меня все. Будьте счастливы, здоровы, благополучны. С вами была инкогнито Татьяна. Всем пока-пока. И до новых встреч.